Начнем с того, что силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерии по выявленным целям противника. Осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы. Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 32 боевых столкновения. А теперь непосредственно театр боевых действий. Традиционно начинаем с северского и слобожанского направления. Итак, тут противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Осуществил при этом минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Карповичи, Камень, Черниговская область, Белокопытово, Малушино, Бояра-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучная, Мараховец, Терновая. Это если говорить о Харьковской области. Далее посмотрим, что происходит на Купинском направлении. Тут украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западная Каменка, Кисловка, Берестовое, Фигалевка. Это Харьковская область. Далее мы переносимся на Лиманское направление. Здесь очень напряженная сейчас ситуация. Ведь в течение минувших суток противник вел безуспешное, что важно отметить, наступательное действие западнее Дебровой Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки, Луганской области и Спирного, Федоровки, Веселого, Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов. В частности, Невская, Белогоровка, Луганской области, а также Торская, Верхнекаменская, Спирная, Раздоновка, Донецкой области. На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. Это Донецкая область. Враг нанес авиационные удары возле Ступочек и Делиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Дружба, Васиковка, Часовьяр, Александра Шультина, Делиевка, Северная и Южная. Это все Донецкая область. Ну а теперь Авдеевское направление. Здесь враг вел безуспешные, снова-таки, наступательные действия в районе Первомайского. Нанес также авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. В частности, это Бердичи, Керамик, Ласточкино и Авдеевка, Донецкая область. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области. Далее Шахтерское направление. Тут противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Также осуществил обстрелы населенных пунктов Поросковеевка, Новомихайловка, Макаровка, Новоукраинка, Благодатная и Богоявленка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового и Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. Среди них Свободное поле, Малая Токмачка, Гуляй поле, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области, Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольская, Кизамыс Херсонской области и сам город Херсон, который каждый день терпит удары оккупантов. Нет такого дня, чтобы туда не прилетало что-то с российской стороны и, к сожалению, каждый день можем говорить о том, что есть или жертвы, или раненые.